Денис Вороненков 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 принимать решение о перепланировке целых кварталов, причем в программу войдут не только пяти и девятиэтажки, а дома с любой этажностью. Те, кто будет переселяться, будут отправлять либо в тот же район, либо в соседний, но это не касается жителей ЦАО, которые запросто могут отправиться к черту на куличике. Те, кто будет переселяться, встретят квартиры с муниципальным ремонтом, а что это за ремонт, мы все хорошо знаем, это дешевые обои, наклеенные на голый бетон, и жестяная ванна, как фольга. При этом люди окажутся привязаны к новому месту, потому что реализовать квартиру без уплаты 13-процентного налога, естественно, будет нельзя. Нужно понимать, что программа затронет ни много ни мало, а 7 935 домов, 25 миллионов квадратных метров жилья и миллион 600 тысяч человек. По самым предварительным подсчетам, это существенно повлияет на ситуацию на рынке недвижимости Москвы, что может быть само по себе было бы и неплохо, но итогом станет увеличение населения города минимум дополнительно на 5 миллионов человек. Как вы понимаете, социальная инфраструктура Москвы не готова к этому, а если учитывать, что 5 миллионов человек приедут на 2 миллионах автомобилей, в дополнение к тем 300 тысячам авто, которые сейчас регистрируются в Москве ежегодно, нас ждет еще и транспортный коллапс. При этом необходимо учитывать, что в целом по Москве и Московской области до 2035 года планируется ввести эксплуатацию 260 миллионов квадратных метров жилплощади. Это приведет к увеличению московской агломерации примерно до 40 миллионов человек. Как вы понимаете, действующая административная структура не способна справиться с таким количеством, и нас ждет еще и управленческий хаос. Поэтому вопросов в программе очень много, и когда вскоре Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, придет в Государственную Думу для того, чтобы рассказать нам, как хороша и прекрасна эта программа, нам будет о чем поговорить. При этом я еще не сказал ничего о том, что программа не прошла проверку на коррупционность, а, как вы понимаете, проекты подобного масштаба, естественно, содержат в себе существенный потенциал для значительных злоупотреблений. Проблема коррупции вообще в нашей стране стоит очень остро. Некоторое время назад Рунет был взбудоражен тем, что были опубликованы материалы, которые говорят о якобы имеющей место причастности председателя правительства Российской Федерации к использованию активов на десятки миллиардов рублей. Мы считаем, что вне зависимости от того, кем и когда озвучена эта информация, она заслуживает внимания и требует тщательной проверки. Государственной власти, поскольку все-таки второму лицу в стране брошен своего рода вызов, не стоит обставаться в стороне, и в частности в Государственной Думе тоже. В этой связи наша фракция, фракция КПРФ в Государственной Думе, сегодня инициирует процедуру парламентского расследования в отношении этих материалов. Мы считаем, что необходимо проверить, что это – вымысел, поклеп или же нет дыма без огня. Поэтому мы считаем, что будет правильно, если оппозиционные фракции проявят солидарность и поддержат нас, если партия думского большинства «Единая Россия» более чем кто-либо заинтересован в том, чтобы обелить и свое имя, и имя своего лидера, точно так же откликнется на эту инициативу, поскольку если нечего скрывать, то они, я думаю, что первые нас и поддержат. Профильному комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, конечно, тоже необходимо проверить тщательно всю информацию для того, чтобы привлечь к ответственности либо фигурантов этого дела, либо тех, кто опубликовал эту информацию, если выяснится, что она недостоверна. В любом случае, в преддверии отчета правительства в Государственной Думе необходимо расставить все точки над «и». Сейчас молчание работает против правительства и против действующей партии власти. Спасибо.